МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...серьезных финансовых нарушений и вольности, которые себе позволял депутат на занимаемой должности. Используя свое служебное полномочие, Александр Сухих заключил ряд договоров с коммерческими фирмами, на счета которых были выведены несколько миллионов рублей. В частности, речь идет о возможном выводе средств со спорткомплекса «Таежный» по различным серым схемам. В ходе многочисленных проверок выяснилось, что «Таежный» имел ряд договоров с двумя ОООшками – «Байкалфит» и «Энергия», которые, опять же, с разрешения Александра Сухих, под разными предлогами получили на свои счета несколько миллионов рублей. В ходе проверок выяснилось, что данные переводы были незаконны, и спорткомплекс «Таежный» понес убытки за 4 месяца, равные почти 4 миллионам рублей. Все эти деньги осили на счетах у ОООшек. Также установлено, что в кассе «Таежного» действовали два пресс-листа на оказываемые услуги. Часть денег шла в кассу спорткомплекса, а другая – в кассу одной из ОООшек. Выявлены нарушения по части сбора арендной платы за аренду залов и помещений спорткомплекса. За занятия в залах различные секции должны платить деньги в кассу «Таежного», но соответствующих договоров и отчетных документов ревизоры не обнаружили. За аренду тренеры платили, но наличными – мимо кассы и чуть меньше, чем положено. Кажется странным и тот факт, что не спорткомплекс «Таежный», а ООО «Байкалфит» занимались ремонтом чаши малого бассейна, и фирме были перечислены баснословные деньги – несколько миллионов рублей. А это тянет на классическую коррупционную схему, когда на строительный подряд берется своя фирма, а сметная стоимость работ умышленно завышается. На откате обычно сидят директор и покрывающие его чиновники. Если попытаться подытожить, то может оказаться, что предприимчивый директор, он же депутат Думы Александра Сухих, придумал хитроумную схему по уводу денег. Рискнем предположить, что уведенные миллионы могли пойти не только в личный карман Сухих, ведь все это на фоне крепкой дружбы с мэром Константином Климовым. Заметим, что после новости об увольнении Сухих с должности директора, Климов по привычке включил политику и попытался оказать давление на проверяющих. По нашей информации, подобные незаконные финансовые схемы существуют на нескольких муниципальных предприятиях, где трудится протеже Константина Климова. Среди них и известные в городе депутаты и родственники Константина Валерьевича. Миллион там, миллион тут – вот так и рождается финансовая река, которая питает маленькие ручейки, выведенных из муниципального оборота миллионов. Константина Валерьевича.